МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник утром старый телевизор «Филипс» 95-го года выпуска стал причиной пожара в Минске. За считанные минуты пламя охватило двухкомнатную квартиру по улице Коммунистической. 81-летний хозяин квартиры и его дочь пытались потушить возгорание, но безуспешно. Родственники решили не рисковать, вышли на улицу и вызвали спасателей. Оперативно прибывшие бойцы МЧС потушили пламя. Позже хозяин с отравлением продуктами горения был госпитализирован. В квартире же частично сгорела мебель, копоть и досталось и стенам. Во вторник из заброшенного свыше лежащего этажа курка загорелся балкон на Убаревича. Сообщение о возгорании в службу 101 поступило около 6 часов вечера. Оперативно прибывшие на место вызова пожарные спасатели установили, что на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже, произошло загорание имущества. К счастью, огонь в квартиру не проник и никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Середина недели выдалась для столичных спасателей относительно спокойной. Серьезных по своим последствиям происшествий в городе не произошло. А вот в пятницу 13-летний подросток во время игры с друзьями решил ради любопытства залезть на железнодорожную цистерну и получил ожоги 75% тела. Инцидент произошел около 4 часов в дня в парке отстоя поездов на станции Минск-Сортировочный. С закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и тяжелыми ожогами, полученными пламенем электродуги, семиклассник был госпитализирован. МЧС в очередной раз обращается к родителям и просит как можно чаще говорить с детьми на тему безопасности. В частности, запрещать любые игры у железной дороги, ведь это риск для их здоровья и жизни. В субботу поздно вечером забытая на плите кастрюля привела к пожару в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного здания по улице Есенина. Оперативно прибывшие на место загорания огнеборцы ликвидировали пожар. Теперь хозяевам апартаментов придется потратиться на ремонт. Огонь успел повредить имущество на кухне. По-видимому, серьезный разговор ожидает и 16-летнюю дочь хозяйки квартиры, так как именно она стала виновницей ЧП. Конец недели для минских спасателей выдался напряженным. Началось воскресное утро с загорания на улице Кутузова деревянной бытовки для хранения имущества площадью 16 квадратных метров. Стоит отметить, что эту бытовку спасатели уже тушили месяц назад. И вот снова. В результате поджога бытовкой хранящиеся в ней имущества повреждены. Минск чрезвычайный. В этот же день, но уже несколькими часами позже, огнеборцам пришлось тушить грузовик, припаркованный на улице Коростояновой. В результате поджога неизвестным лицом произошло загорание в кабине грузового автомобиля «Мерседес». Еще один воскресный пожар. На этот раз горела крыша в частном доме по улице Дубравинской. 20 минут хватило спасателям, чтобы ликвидировать пожар на чердаке. В результате загорания, причиной которого явилось короткое замыкание электропроводки, повреждена кровля на площади в 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Однако хозяевам стоит поторопиться с ремонтом. Ведь не за горами холода, а пожар полностью уничтожил кровлю. Хочется еще раз напомнить всем радиослушателям. Не допускайте перегрузки электросети и своевременно ремонтируйте электропроводку. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.